МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От избытка внимания со стороны злоумышленников страдают не только звезды эстрады. Нападающий Зенита и сборной России Александр Киржаков стал жертвой автомобильных угонщиков. Осенью 2006 года в Санкт-Петербурге прямо из-под окон квартиры футболиста угнали его новенький БМВ Х5. И лишь совсем недавно машину случайно обнаружили в Карачаево-Черкесии. Через 5 лет, после того, как он уже успел съездить в Испанию, поиграть за Севилью, потом перейти в московское Динамо, перейти в Зенит, и тут, как снег на голову, машина сваливается. Серебристый БМВ остановили для проверки документов сотрудники ДПС. Но водитель ни с того ни с сего занервничал. Тогда стражи порядка решили детальнее рассмотреть номер двигателя и кузова. Оказалось, что все номера перебиты. В номере было проведено полное исследование автомобиля. То есть были осмотрены скрытые места маркировок. По ним был составлен запрос на предприятие, изготовитель. По полученной информации был установлен первоначальный идентификационный номер кузова автомобиля. На заводе полицейским сообщили, что машина зарегистрирована в Санкт-Петербурге. После этого найти ее владельца большого труда не заставило. Собственником является Киржаков Александр Анатольевич. На сегодняшний день приятно говорить, что автомашина возвращена собственнику. Но следствия на оперативные мероприятия по установлению лиц, совершивших данное преступление, продолжаются. Конечно, за руль своей старой машины Александр вряд ли сядет. Теперь у Киржакова новая четырехколесная любовь. Мы тем временем решаем провести еще один эксперимент. Интересно, клюнут ли на всем известную подставу музыканты группы «Инь-Янь». Сергей Ашахмин в ресторане ждет своих друзей. В это время к нему подходит мужчина и просит закурить. Затем случайно роняет кошелек и уходит. Уже через несколько минут хозяин кошелька возвращается. И по отработанному сценарию недосчитывается нескольких сотен долларов. Всю вину он, конечно, сваливает на Сергея. Ваши двести долларов, ну сколько там у вас было в кошельке. Вы посмотрите на кошелек вообще, неужели... Нет, 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 нет. Я вас вижу сейчас, другого человека не дышит, вы там дышит. Вы думаете, что мне нужны ваши деньги? Разговор переходит на повышенные тона. Сергей уже готов к любому повороту событий. В это время подходят его коллеги по группе. Короче, верни мои деньги и все, если проблем не хочется. Какие деньги, ***? Здорово. Давай, надо побоюсь, Дюшка. Нет, ***. Каким-то кошельком вообще. Деньги, деньги. Типа деньги взяли. Да, да, да. Все, вообще перепутался. У вас развод, смотри, вообще разводит конкретно. Про них я говорю, да? Да, я ждал друзей, мы сейчас разводим разговор. Ты кто? Артем без разбора бросается на выручку своему другу. Теперь уже он держит ситуацию в своих руках. Но аферист отступать не намерен. Я с тобой не разговариваю. А я с тобой разговариваю, я тебе говорю, нормально, у тебя вопросы какие-то будут. Я постою. Я с тобой поговорю сейчас. Мошенник начинает угрожать артистам. И тем не менее, вызывать полицию не спешит. Дело доходит до рукопашной. Что ты разводишь? На меня разводишь. Ребята, 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 дело тут. Это был всего лишь розыгрыш. Вы извините, конечно, у нас был просто проект. Клюют, идут на развод. Иди кайзю. Так же можно долесить. Но далеко не во всех уголовных историях звезды выступают в роли пострадавших. Певца Валерия Меладзе обвиняют в том, что он якобы избил журналистку прямо на глазах у многочисленных свидетелей. Сам певец, наоборот, утверждает, что стал жертвой подставы. И кто прав, кто виноват, покажет только время. А началось все с того, что корреспондент газеты «Комсомольская правда» попыталась сфотографировать артиста после светской вечеринки. Перемешивая угрозы с матерной бронью, начал требовать, чтобы она немедленно перестала фотографировать и так далее. Все, что происходило дальше, попало в объективы видеокамер. Журналистка, якобы испугавшись, что артист будет ее бить, попыталась убежать. Не, ну мы видим на этом видео, которое вот только что я посмотрел, и я думаю, вся страна этого видео видела, что никакого удара нет. И видно, что журналистка, которую сложно обычно назвать журналисткой, если она так себя ведет, побежала куда-то, упала. Меладзе побежал за ней. И на этом видео мы хорошо видим, что он не бьет ее. Он просто пытается что-то там сказать ей, взять фотоаппарат. После этого инцидента девушка обратилась за помощью к известному звездному адвокату Александру Добровинскому, который защищал Филиппа Киркорова в нашумевшем скандале с якобы избитой журналисткой Яблоковой. На этот раз, правда, юрист решил встать на другую сторону. Пошла Гусева, я ее выслушаю. Сказал, что вы знаете, вы мне симпатичны, и то, что с вами произошло, мне нравится. Поэтому я вас буду защищать бесплатно и буду стоять с вами до конца. Сейчас журналистка Гусева вместе со своим защитником подали иск в суд. Хулиганство. Не, ну я думаю, что мы там еще что-нибудь придумаем по дороге. Но пока что хулиганство, конечно. Нанесение, нанесение там легких, тибесных вещей и так далее. Этот случай буквально разделил всю страну на два лаги. На сторону Меладзе встали все коллеги по музыкальному цеху. Алексей Чумаков, который был свидетелем этого инцидента, уверен, что вся эта история надумана журналистам. Все это снималось так, как будто это какой-то блокбастер, как будто злобный динозавр идет и поедает невинную девушку. Но это абсурд, конечно, полнейший. И я вообще убежден, что это высшей степени наглость. Алексей уверен, этой историей журналисты навредили вовсе не Меладзе или самим себе. По мнению артиста, больше всего страдают обычные люди. Ма, возьми, кто из этого больше страдает? Артист или зритель, который съел это дерьмо, которое непрофессиональные журналисты подали? Это что? Это что? Свиньи? Люди свиньи? На сторону Меладзе в этом конфликте встало и большинство светских журналистов. Телеведущий Ахмед Базиев считает, что Гусева поступила исключительно непрофессионально. Меладзе регулярно бывает на концертах с поклонницами, еще что-то как бы там с директорами какими-то. И думать, что это какой-то эксклюзив, это какая-то мега-сенсация. Это опять же о непрофессионализме этой девочки. И журналист должен зарабатывать себе имя и статус абсолютно не такими инсинуациями, а каким-то делом, материалами, интервью и прочими своими репортажами. Поэтому я не вижу в этой истории какой-то плюс для этой девочки. Однако нашлись и те, кто встал на сторону журналистки. Коллега по изданию, корреспондент комсомольской правды Алена Шигалова рассказала, что вина Гусевой лишь в том, что она еще пока попросту не знакома с миром шоу-бизнеса. Девушка на самом деле приехала два месяца назад в Москву. То есть она еще что-то не знает. Она не знает мир звезд, она не знает их там, кто, на что способен, кто там, что может сделать. Она просто ее отправила на задание. Она пришла выполнять свою работу. Фотографировала уходы выходящих за свадьбы гостей. Но даже коллеги Гусевой не верят, что эта история может принести девушке популярность. Говорили о ней, но фамилия зазвучала. Я думаю, что... Не знаю, что ей это принесет, плюсы или минусы. Но, по крайней мере, она побывала вот в лучах этой славы, там, я не знаю. Но, по-моему, она от этого кайфа особого не получила. Тем не менее, коллега Гусевой считает, что Меладзе должен понести наказан. Хотя ее многолетний опыт говорит о том, что он, как и многие другие звезды, выйдет сухим из воды. Потому что то, что они творят, да, вот эти все нападения, там, эти битьев от аппаратов, как в случае с Алексеем Ягудиным, да, все знают эту историю, когда он схватил, там, камеру разбил. Ему за это ничего не было. Но это же все попадает под статью Уголовного кодекса, там, да, препятствия журналистской деятельности. Сам Валерий Меладзе предпочитает об этой истории не говорить. И просто забыть ее, как страшный сон. Уважение должно быть вообще, оно проявляться должно в разной форме. К человеку, который старше тебя. А когда подходит человек, который в два раза младше меня и начинает мне задавать какие-то хамские вопросы, это изначально плохо воспитанный человек. Я не хочу общаться с плохо воспитанным человеком. Потом уважение к профессии, уважение к человеку, который чего-то добился в жизни. Певец считает, что вся эта история могла быть затеяна только с целью разрекламировать газету. Журналисты вообще не задумываются о статусе. Они думают о статусе своих изданий. И о том, как бы написать что-нибудь такое, чтобы эти издания как можно больше продавались. Иногда статьи, название статьи совершенно не соответствует тому, что потом написано. Но так как на первой полосе крупными буквами написано нечто шокирующее, то люди хватают, и я тоже поддаюсь этому. Сегодня Валерий разговаривает только с теми журналистами, кого знает уже не первый год. Свою славу, говорит певец, он уже давно заработал. И по мне так я бы лучше вообще не общался бы с такими людьми. В идеале, чтобы никоим образом они вообще обо мне не писали ни хорошего, ни плохого. Мне они не нужны. Мне такая журналистика не нужна. Смотрите через несколько секунд, за что Земфира избила сотрудника ДЭЗа и фотографа. И почему Гаррик Сукачёв так и не извинился перед человеком, который попал под винты его яхты.